Приветствую всех на своем канале. И сегодня у меня будет вторая часть обзора моих растений. Но уже на маленькой лоджии. Начнем мы с подоконника, где стоят реанимашки, которые оживляет мой ребенок, следит за ними и поливает периодически, когда не забывает. Стоят новенькие колотеи. Что-то новое для меня. У меня таких цветов еще не было, поэтому я пока что их, так сказать, изучаю. Но вот две выглядят нормально, а вот эта вот не очень. Но она и была такая, в принципе, с обрезанными листами. Вот эта вот пока меня не было, подсохли листики, скрутились. Но вот эти раскрутились обратно, а маленькие нет. Ну не знаю, посмотрим. Продолжаем обзор. Вверху у меня вот такие заросли сочной травы, сочной. Это хлорофитум бонни, традисканция зебрина, которую я хочу в новый дом отправить, потому что она уже такая большая, а я особо ампельные растения не люблю. Вот в углу стоит моя палка, у которой я прищипнула весной макушку, и у нее сейчас две веточки развиваются. Вот так она выглядит, пересаженная в больший объем. Пока что адаптируется, заполняет корнями емкость. Ну тут братья и сестры разной величины адениумы. Есть в лучшем состоянии, есть в состоянии похуже. Далеко не будем уходить. Сразу покажу две полочки на этом стеллаже с орхидейками. В ведре себя чувствуют прекрасно, кучу корней растят. Внутри корни доросли до дна и спокойно себе пьют водичку. Вот такие две орхидейки тут. Pink girl и pink dream, по-моему. Да, вот это их цветение. Здесь начал расти цветонос, который затормозился зимой. Здесь вот почечка какая-то набухла, но не знаю, пробудится она или нет. Вон корни ползут в разные стороны. Каменная роза продолжает свое цветение. Удочку уже отрастила. Такая красавица. Ну, тут остальные. Вот маленький Бонни тоже сидит. Iron Man. После пересадки тоже достаточно хорошо себя чувствует. Растит листик. Ну, и тут просто заросли, зеленки заросли. Вот деточка на пеньке очередная. Вот из кисловодской орхидейка. С пятнистыми листиками. Дальше пойдем по этому окну. Кошак у меня тут стоит с какими-то суккулентами непонятными. Ну, и тут кислица недавно посаженная. Какие-то нормально себя чувствуют кустики. Какие-то умерли. Ну, я думаю, что все будет хорошо, потому что вроде как она хорошо разрастается. Так, кроссовочки мои сушатся. Вот пересадила недавно хлорофитум. У него что-то тут подсыхать стали кончики. Завтра его полью. Полью завтра его. Лилия стоит, которая отсвела темная-темная. И там вот пробились три луковки гладиолуса. Ну, почему-то вместо трех шесть росточков. Ну, тем лучше. Еще адениумы. Алоэ. Не колючая. Такое интересное, очень восковое. Хатюора. Они же танцующие скелетики. Вот, я думаю, эта палка умрет, но нет. Стала возрождаться. Здесь вот начала расти. Так, вот эти вот цветочки. Монте. Монтереция. В общем, трава. Как камыш вот такая. Трава здоровая. Ну, и непонятно, будет что-то или нет. Ну, ждем. Как бы луковки проросли. Будем ждать. Тут вот у меня плантация фикусов Бенджамина. Вон тот вот палка зимой, которую я забрала на восстановление. Обрастает потихонечку. Такие беленькие листики. Очень красивые. Очень красивые. Очень, очень, очень. Ну, и вот Наташа. Где Наташа? Где-то Наташа тут была. В общем, разные, разные. Тут у меня орхидейки. Вон там цветоносик подвязанный. Орхидейки, 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 орхидейки. Просто стоят и растут. Вот на эту, пожалуй, на башмачок цвести не хочет. Много новых розеточек, но цвести не хочет. Есть тут вот, которые падали орхидейки, покоцанные. Но не отрезаю, потому что, ну, листик еще не отсох. То есть есть какое-то сокодвижение в нем. Много корней, много листьев. Вот это вот реанимашки последние, которые покупались. Тоже вроде нормальные. Не дряблые, ничего, корни растут. На подоконник переезжаем. Фитонии. Недавно черенковала, вон туда подсадила. Буду смотреть. А то такой это полпустой горшок. Не любят они засуху. Так. Посмотрим, как приживутся, не приживутся. Тоже фикусы от росточки. Вот это красота. Вот это красота, лепота. Там сколько всего наращивается. Цикламенчик радует листвой. Не знаю, будет свести, не будет. Но он очень красив. Очень. Вот тут вот все вместе. Кислица, которая наконец-то начала активный рост. 8 клубеньков я покупала. Выжил один. Это один клубенек. И один, я думала, что он загнил. Не нашла его в грунте, а он сейчас вырос в этом. В палке. Адениумной палке. Так, вот эта находка. Из магазина. Муншайн растет. Растет. Вон там листики у нее. Расширяет она свою розеточку. Как я и хотела. Как она сама себя возрождает. Вот эти старые листья еще, которые мне отдали. Они уже, конечно, отживают свое. Ну и энное количество, небольшой орхидеек. Одна из них цветет. Вот. На удочке на своей. Красавица из Хлоровиля. Вот. Ну а там вот реанимашные стоят. И колотеи. Такой вот небольшой обзорчик получился. Что тут конкретно рассказать. Вот эта вот орхидея, кстати. О, смотрите, цветоносик. Пробудилась после того, как переехала на лоджию. А то уж очень она вот такая вся была. Вот такая вялая. Ну это ее нижние листики. Здесь она вон как подросла. Активный рост. Вот видно, что активный рост листа идет у нее. Вот это вот объяснимая вещь. Между цветоносов застрял листик и рост вот. Ну не имея возможности развернуться хорошо. Поэтому он такой скрюченный. Ну ничего страшного. Там двойной горшок. Водичка. Тут водички нету. Сколько? Недельно назад был полив. Тут не видно. Тут не видно. Непрозрачный горшок. Ну вот как-то так. Хочу их опрыскать сегодня. Они у меня требуют полива. Сегодня хочу их опрыскать удобрением с содержанием гуматов. Он очень хорошо себя показывает. У меня две бутылочки таких. Орхидея, по-моему, называется удобрение. Буду опрыскивать даже цветущую. Ну и все остальные растения. Как раз они сейчас в таком состоянии. Немного суховатым. Хорошо будет впитывать полезности. Надеюсь, вам понравилось это видео с обзором. Цветущих нету растений особо здесь. Но все равно все растения прекрасны. Даже без цветов. Даже вот эта трава необычная. Здоровая. Жалко только, что у нее горшки много места занимают. А так все равно красивая трава. Зеленая и сочная. Мозг вырабатывает эндорфины, глядя на зеленый цвет. Желаю вам побольше эндорфинов. До скорых встреч. Корректор А.Кулакова